Какие-то уже сейчас не работают, какие-то работают. Ну, и я сейчас как раз покажу некоторые инструменты, которые у нас уже есть на платформе. Я как раз-таки являюсь представителем платформы Proof.me. Сегодняшнее наше мероприятие проходит на нашей платформе, так что немножко косвенно вы познакомились. Может быть, кто-то из вас уже тоже имеет опыт работы непосредственно на платформе, какие-то свои мероприятия проводили. Тоже, если что, пишите в чатике, буду рада познакомиться. Ну, собственно, немножко расскажу, что я буду вам сегодня показывать. То есть за этот год работы в дистанционке мы, конечно же, много общались с вузами, с колледжами, со школами и выявили некоторые закономерности, какие-то трудности, с которыми сталкивались вузы. Вот сегодня как раз про них расскажу. Как организовывать работу преподавателей в целом внутри, какие тоже инструменты используются. Расскажу отдельно про интерактивную доску, как отдельный такой большой инструмент взаимодействия, как между коллегами, так и со студентами. Как проверять знания, то есть это всевозможные квизы, опросы, тесты, та же самая гиммификация на проверке. И тоже здесь упоминалась виртуальная реальность. Это немножко в конце, как такой развлекательный момент. Тоже расскажу про нее. Она тоже есть на платформе. И буду рада, конечно же, ответить на ваши вопросы. Ну, а нас немножко... Мы являемся такой платформой для онлайн-мероприятий разного рода. То есть это и вебинары, вот занятия можно проводить, какие-то конференции, собрания, тесты, курсы, опросы. И все это здесь находится в одном едином месте, на одном едином сайте пространстве. Как я и сказала, разные используются инструменты. То есть вот есть интерактивные доски и код вставки на собственный сайт. Об этом тоже отдельно немножко скажу. Какие-то вебинары и виртуальная реальность. И это все находится в одном месте. Ну, собственно, немножко похвастаемся о наших достижениях. Куда без этого. Вот за прошедший год, как раз-таки, когда дистанционка так набирала большие обороты, у нас создавались интерактивные доски разных форматов. И как раз-таки за прошлый год по статистике у нас 22 тысячи вот этих созданных интерактивных досок. Более 250 онлайн-трансляций, 250 тысяч трансляций онлайн проведено. Очень много, порядка 40 тысяч уникальных создателей как раз-таки онлайн-мероприятий. Ну, и, собственно, там еще немножко небольшая статистика о нас, которую можно увидеть на слайде. Вот как раз-таки недавняя актуальная новость для тех, кто беспокоится о том, что вот дистанционка куда-то уходит, как, что, где в России этим можно заняться. Вот у нас как раз-таки Proof.me. Мы теперь находимся в Российском реестре программного обеспечения. Это довольно-таки большая новость для нас, потому что мы тоже туда давно пытались попасть. И когда получаем обратную связь от вузов, все очень радуются, что наконец-таки вот это произошло. Так что у нас смело могут работать теперь и колледжи, и вузы, если есть такие стандарты. Ну, и вот с какими сложностями сталкиваются вузы чаще всего. Это первое, что нет полноценной замены Zoom или Teams, к которым все привыкли, да. То есть обычно там приходят, ой, а вот в Zoom, а как же в Zoom, давайте, может быть, в Zoom пойдем. Ну, то есть вот такой уже стандарт, где у нас Zoom, ну, как бы в голове находится. И когда хочется перейти на какое-то российское решение, возникает вопрос, а куда? То есть вот сравнивается все время с Zoom или Microsoft Teams. Много сервисов, которые не интегрируются с внутренним LMS вуза. То есть это тоже является большая проблема, если внутри уже есть какая-то отлаженная система, которую люди используют, нету какого-то понятного решения, чтобы можно было интегрировать в деятельности. Сложности с хранением тех же самых документов, да, записей, занятий, которые непосредственно должны будут отправляться ученикам, например, что с этим делать. Преподаватели не готовы тратить на освоение и тестирование новых продуктов. То есть понятное дело, что, конечно, за все эти года немножко устали от дистанционки, но понятное дело, что уже как-то этого не избежать. И в том числе мне было очень приятно услышать на данных выступлениях, что, наоборот, есть энтузиазм пользоваться дистанционкой так, как нужно. То есть в онлайне использовать разные инструменты, то есть по обратной связи от преподавателей. Тоже, когда я училась, например, в вузе, у нас был такой клуб активных преподавателей. Кстати, выпустилась я из Ренхикс. Кто здесь есть из Ренхикса? И у нас преподаватели очень любили создавать разные курсы в Moodle, например, в системе, и хотели проводить вот онлайн-мероприятия, именно общаться со студентами, немножко их вовлекая. То есть не просто, например, читать лекцию по презентации, а чтобы ученики тоже делали какие-то проекты, тоже вовлекались во весь этот процесс, и возникал вопрос, а как это сделать. Вот студенты не выходят в эфир с камерой и микрофоном. То есть это та самая проблема, когда подключаются на занятия, и ты не знаешь, а что делает студент. Может быть, он пошел там чай на кухню пить. У нас как раз-таки есть, например, инструмент контроль присутствия, чтобы прямо быть уверенным, что студент наводится именно здесь, сколько он находился внутри комнаты, сколько он посетил занятия, что он вообще делал. Вот как раз-таки относится к этому. То есть мы уже точно знаем, что чай, он не пошел пить или что-то другое делать. Он был здесь. Как организовывать прокторинг? Может быть, коллеги, кто-то знаком с такой системой, как прокторинг, обычно используется на экзаменах, когда нужно вот как раз-таки понять, чем занимается студент во время экзамена. Такой вот прям контроль, контроль на занятии, чтобы он что-то не списал. К сожалению, сейчас это только вот именно действительно какие-то сторонние сервисы реализуются. Это очень сложно. И как бы сложно понять, что это делается. Но вот такой минимальный набор контроля присутствия у нас есть. Да, вот то есть Любовь спрашивает, зачем знать, где студент. Это, конечно, не нужно знать, но имеется в виду в том плане, что он действительно сейчас находится здесь на занятии, он действительно слушает лекцию, а не выключил, например, вообще там вкладочку компьютера и куда-то ушел. Ну, то есть, вот, например, для нас было в УЗИ очень актуально именно с посещаемостью занятий, и поэтому это помогает выяснить, что действительно студент слушал эту лекцию. Ну и вот последний вопрос, о котором я больше сегодня расскажу. Как вовлекать студентов, делать практикоориентированные занятия, что для этого использовать? Как организовывать работу преподавателей? У нас есть вот эта вся известная система Moodle. Во многих вот вузах колледжей в России используется система Moodle как вот для формирования курса обучения. И часто очень возникал вопрос, что сделать с обучением, чтобы все было в одном месте, чтобы и был курс Moodle и онлайн занятия. Вот. У нас как раз-таки существует наш плагин Moodle, то есть наш proof.me для Moodle, то есть когда вставляется именно вот эта вот вебинарная комната, прямо туда не нужно никуда переходить, все находится в одном месте, выбирать разные форматы занятия. Запись занятий потом также формируется и открывается в Moodle, чтобы студент мог там зайти, пересмотреть какие-то свои занятия, мог там посмотреть по календарю, когда, какой семинар, лекция проходит. Вот. Ну и в целом здесь как бы формируется тоже статистика, не только по посещаемости, а также вот по всему курсу Moodle. У нас также на proof.me, на платформе выявлен так, сделан родительский аккаунт. Сейчас вот вузы, которые с нами работают, это, например, ЛТ, Московский РНХИКС, там Новосибирский медицинский университет, тоже пользуются, например, тем же самым родительским аккаунтом, чтобы была возможность у преподавателей создавать свои собственные там занятия, чтобы это делалось не от одного главного аккаунта, скажем так, чтобы это делалось именно преподавателями, чтобы они могли это сами регулировать. То есть там не нужно создавать множество вот этих занятий для преподавателя, они могут делать это сами. То есть, ну, как это выглядит, немножко такая картинка, конечно, нужно увеличить. Если что, там у вас у Любови пропал звук. Любовь, попробуйте обновить страничку, возможно, от интернета немножко зависит. Коллеги, напишите, кто меня слышит, есть ли кто-то, кто меня слышит. Давайте попробую, может быть, я обновлю страничку. А, слышно. Все, может быть, если... Так, все, замечательно. Тогда буду продолжать. Если что, пишите в чате, я обращу внимание. Тоже вопросы задавайте спокойно. Ну, собственно, это просто как выглядит такой родительский аккаунт. Это скорее так для организации. Просто понятно, кто в этот родительский аккаунт входит, сколько вот этих аккаунтов, кто находится сейчас онлайн, кто проводит мероприятия. Ну, и в целом, это вот немножко вот про этот родительский аккаунт. Дальше у нас идет уже как раз-таки тематика интерактивных досок. Кстати, пока мы не перешли, коллеги, я предлагаю такой небольшой интерактивчик по поводу сложностей вузов. Может быть, вы как раз-таки знакомы непосредственно с этими проблемами. И какую трудность вузов вы выделяете для себя. Вот я немножко запустила сейчас для вас такой как раз-таки интерактив, опрос, где вы можете выделить, как вам кажется, ту проблему, ту трудность, которая возникает чаще всего. Вот. Можете написать, например, в чате, если вы испытывали какие-то тоже другие сложности, о которых я не сказала. В любом случае очень интересно послушать обратную связь, чтобы как раз-таки об этом рассказать и показать. Вот. То есть это вот первое, когда нет полной замены Zoom или Teams, когда много сервисов и не знаешь, что выбрать, когда хочешь повзаимодействовать со студентами, а как. Вот. Так что выбирайте. У всех ли отобразился как раз-таки? Так. Невладение. Вот. Это как раз-таки о том, что преподаватели там сложен, возникают сложности при именно обучении какой-то конкретной системы, когда хочется это использовать. Еще нужно показать это студентам. Об этом тоже упомяну. Ну, да, Наталья, согласна абсолютно. Так. Вот вижу, отвечаете как раз-таки на опрос. Я потом, в принципе, все результаты выведу в методах. Вот. Ну, как раз-таки эти опросы, вот которые опрос я сейчас запустила, я его создала тут же в комнате. То есть это как раз-таки внутри площадки. У нас есть также, например, квизы. Но об этом я как раз-таки расскажу в блоке про вот эти инструменты. Вот. В целом, да, смотрю, что больше всего то, что как раз-таки про преподавателей. Угу. Ну, давайте тогда дальше буду продолжать. Так. На повестке дня у нас интерактивные доски. Вот как раз-таки здесь упоминались Миру, например. Это вот самые такие знаменитые интерактивные доски. Коллеги, кто из вас вот тоже пользуется Миру или какими-то другими интерактивными досками, тоже напишите в чате. Хотя бы посмотрю, чем сейчас пользуетесь, чтобы понимать, какой тоже функционал, например, для вас важен. Если кратко говорить, в принципе, что интерактивная доска – это такое огромное пространство, на котором вы можете составлять какие-то свои элементы, добавлять картинки, документы и работать совместно вместе со студентами или вот коллегами, да. У нас очень любят клеить те же самые стикеры, например, на интерактивной доске. Сейчас покажу. Тоже, например, включу интерактивную доску, сможете попробовать, как это все выглядит. Вот, Мира, Тимс, спасибо, Любовь. Вот. Ну, собственно, для чего используется интерактивная доска, что с ней делать? Первое – это, конечно, конспектирование для участников, когда вот как раз-таки Светлана Валерьевна упоминала про MindMap, да, когда мы делаем полное конспектирование какого-то мероприятия или целого курса, чтобы у нас это все располагалось в одном месте, чтобы какие-то материалы, та же самая там презентация по слайдам, чтобы участники могли там подключиться к этой доске и тоже посмотреть вот эти все материалы. Хранение контента, да, когда вот нам нужно поделиться файликами, например, там, видеоматериалами, например, документами, мы тоже можем это закрепить на доске, чтобы это было в таком открытом доступе или закрытом, в зависимости от того, как вам нужно, и чтобы студенты и ученики эти пользовались. Дальше. Выполнение заданий. То есть можно составлять прямо целый блок заданий на интерактивной доске и смотреть, кто как там из студентов подключился, кто что сделал. Особенно, например, групповые занятия. Очень классно проводить на доске, когда у нас есть групповая работа, и мы прямо видим результат в реальном времени. Ну, рисование. Особенно сейчас, насколько я знаю, актуально пользуются теми же самыми планшетами, например, для рисования, да, со стилусом, когда там, например, какие-то математические формулы записываются и так далее, и это прямо удобно делать на интерактивной доске. Ну и создание интерактивных сессий, когда у нас есть вот этот вот мозговой штурм, когда нам нужно что-то решить, что-то сделать. Вот покажу сейчас, например, какой-нибудь пример по интерактивной доске. Например, вот первое то, что mindmap. У всех ли сейчас видно? Я, в принципе, сейчас включила пример такого mindmap, который у нас есть в Proof.me, просто чтобы понимать, как это можно тоже для себя адаптировать. То есть это в целом, здесь есть также инструкция, это один из шаблонов на нашей интерактивной доске. Можно разделить все по заданиям, по занятиям, например, там, какие есть семинары по темам, чтобы было понятно. Вот. Это как пример такого mindmap, то есть вот у нас проводятся обучающие вебинары, например, а мы еще хотим запустить онлайн-курсы, ежегодную онлайн-конференцию, как это спланировать, как это все показать. Вот можно на примере mindmap. Также сейчас покажу пример доски работы со студентами. Вот сейчас включила доску. То есть первое, у нас здесь есть такой шаблон по группам, групповая работа. То есть здесь помечают ребята галочками, что они сделали уже. Вот существует, например, три группы, какой-то чек-лист по заданию, который они должны сделать. Под участниками пишут себя самостоятельно, то есть кто входит в какую-то конкретную команду. И дальше, например, переходим, что у нас здесь еще есть. Размещаем материалы к лекции. То есть у нас здесь есть ссылка на материалы электронной библиотеки, предыдущие все презентации. Размещаем видеоматериалы. Вот здесь, если обратите внимание, есть такой как чатик. Если на него кликнуть, то можно посмотреть, когда там какие-то зачеты у них есть. Дедлайны. Вот как раз-таки в датах находятся. Вдохновение. Там лекции экспертов, видео. И какие-то игровые моменты, которые тоже можно здесь разместить. Также вот каждый слайд презентации тоже все находится на доске в одном месте, чтобы никуда никогда не девалось. Этой ссылкой тоже на интерактивную доску можно делиться. И чтобы каждый подключался и работал. Ну и в конце такая форма обратной связи, например, по семинару или по целому курсу. Где команды оставляют такой небольшой отзыв, что они узнали в процессе обучения и что они хотят там высказать, поделиться по обратной связи. То есть главные выводы, которые они сделали, работая в команде. Вот у нас, например, тоже в ВУЗе были проекты очень часто по группам. Там, например, формирование команды проекта. Наша группа делилась на такие мини-команды. И мы решали там вопросы по экологии, например, по менеджменту. И вот работали в том числе на интерактивных досках. Нам было, в принципе, удобно, чтобы это потом все показать как большой единый проект. Так, дальше пойдем тогда по слайду. Сейчас. Следующий пункт — это квизы, опросы и тесты для немножко геймификации и проверки. Вот подскажите у вас на каких-то мероприятиях бывают ли такие формы обратной связи, как опросы, либо проведение прямо квизов, чтобы можно было целую команду запустить и посмотреть, кто что ответил, например. Какие-то тесты. Анонимные, может быть, у вас используются, чтобы получать вот эту обратную связь. Вот кто-то говорил тоже, например, про Google форму. Да, вот опросы и тесты. Проводятся такие. В целом, да, для чего такие используются? Вот у нас недавно появился такой продукт, как квизы, ну, который тоже запускается здесь же в вебинарной комнате. И у нас недавно некоторые преподаватели тоже начали писать, например, как это можно использовать на занятиях. В принципе, это такой, как игровой момент для проверки знаний, чтобы сделать квиз по вопросам, прямо запустить его. Ребята в режиме реального времени отвечают на вопросы на время, и потом выявляется, кто там, например, знает лучше, кто там победил и так далее. Да, это как викторины. Все верно, Любовь сказала. Вот как викторины вместо обычных тестов и опросов. То есть тут нужно разделять немножко понятие, что такое квизы, что такое тесты и что такое опросы. Чтобы были, например, таймеры на прохождение того или иного теста. Чтобы были, например, какие-то вопросы, база вопросов, которые можно уже запустить. Редакторы формул, если это не о естественных науках, да, анонимные опросы. Да, смотрите, Любовь. Квиз — это такое скорее вот викторина, как сказали, когда выявляется, например, на время какой-то победитель. То есть это идет время, и в течение этого времени задаются такие-то вопросы. И там студент отвечает, и потом формируется такой список, кто ответил лучше всех, как вот баттл, кто победил. Вот, тест — это скорее всего на проверку. То есть это можно, конечно, адаптировать тоже как квиз, но тест он скорее подразумевает так же, как ручной ввод ответа. То есть в тесте может быть такой множественный какой-то выбор. То есть это зависит от элемента теста. Ну, и в целом тоже используются, например, как карточки для заучивания терминов. Вот если знаете, там тоже, когда языки изучают, очень актуальная такая штука, как карточки, когда на одной стороне слово, на другой перевод. И это, в принципе, тоже реализуемо и в онлайне. Почему нет? Следующее, вот для чего это все-таки нужно использовать. Какой-то для меня лично это используется, как такой интерактивный момент для занятия, когда вот ты уже там слушаешь лекцию, отвечаешь на семинаре, да, да, и хочется какой-то активности, и вот можно, например, да, запустить квиз, чтобы появилась какая-то конкуренция в группе, да, гаджеты с пользой. Вот как мы все знаем, в принципе, сейчас поколение такое, у которых телефон прикреплен к руке, никак неотъемлемая часть, и хочется все-таки, чтобы телефоны использовались не только для какого-то игрового контента и так далее, с какой-то пользой, чтобы человек может включить и вот, например, вот эти квизы, опросы посмотреть и ответить на вопросы. Вовлечение, ответственность, освоение каких-то новых инструментов, снятие напряжения учебы и игрок, тоже как такой момент все-таки, стимуляция творческого мышления, ну и, конечно, мозг все-таки немножко включается, на мой взгляд. Вот как раз-таки вернемся к тестам, если использовать это более серьезно, да, на проверку знаний. Для чего они нужны? Как раз-таки, чтобы составить аналитику, какую-то статистику по ответам, чтобы понять, насколько усваивается та или иная тема, чтобы проконтролировать, что программа, например, изучена, либо это какой-то экзамен, да, тестовый экзамен. Ну и, в принципе, какая-то там защита диссертационных работ для анонимного голосования тоже почему нет. Вот студенты очень часто, например, пользуются теми же самыми Google-опросниками, когда для курсовой работы или для диплома нужны вот анонимные опросы, чтобы вот составить какую-то статистику. Поэтому здесь тоже можно это использовать. Так. Отписывание. Это вот как раз-таки здесь вопрос идет по контролю присутствия. Я упоминала прокторинг. Сейчас это именно на российских площадках, к сожалению, пока не реализовано. То есть есть отдельные какие-то системы прокторинга, которые очень сильно завышают цену. И то есть даже не во многих вузах они используются, потому что, ну, это сложно. У нас, например, вот приведу, как у нас недавно какой-то экзамен проводился вузом, создается комната, вот как сейчас, например, да, если знаете, в Zoom было деление по группам. Здесь тоже есть деление по группам, по мини-комнатам. И во время экзамена каждого студента помещали в свою комнату. Преподаватель мог перемещаться по этим комнатам. И в этих комнатах ребята выходили в эфир. То есть можно было увидеть, что он действительно находится за компьютером и там пишет, например, тест. Но это как вот минимальная какая-то проверка. То есть, например, если мы говорим о действительно серьезной такой штуке прокторинг, то там идет прямо защита от перехода по вкладкам. То есть это будет видно. Но, к сожалению, пока что в России это не реализовано. Это как такой следующий этап улучшения в том числе сервиса. Ну и использование виртуального пространства. Какие-то кейсы и возможности. Вот сегодня об этом говорили. Говорили о виртуальных реальностях. У нас тоже на платформе она есть. Если интересно, напишите. Я прямо покажу, как она выглядит. В целом это такое как игровое пространство. У каждого есть какой-то персонаж свой. И внутри этого пространства можно ходить. У нас реализованы такие три шаблона. То есть это школьное пространство. То есть там прямо кабинеты, куда можно заглянуть, сходить. Парты, где можно разместить свою презентацию прямо внутри этого места. Какие-то стенды поставить. День открытых дверей, например, у нас проводили. То есть размещали стенды с основной информацией по факультетам. Ну и людей запускали в эту виртуальную реальность. То есть прямо вот так вот здесь в комнате, чтобы люди могли походить, посмотреть и так отвлечься немножко. Вот. Где это реализуемо? Также, например, в медицинских университетах. Вот Новосибирский медицинский университет. Насколько я помню, тоже размещали какой-то макет, например, сердца. То есть можно было прямо подойти, посмотреть. Это используется без виртуальных очков, просто именно как компьютерная игра. Кто-то упоминал здесь Майнкрафт. Очень похоже, кстати говоря. Ну, в целом, да. То есть там еще внутри этого пространства можно общаться, что тоже большой плюс. То есть вот участники могут активно действовать. Мы уже отходим от формата обычных видеоконференций. Когда мы вот так вот просто общаемся, загружаем свои презентации, там как-то можно выстроить, в принципе, свой мир, свой кабинет построить, чтобы адаптировать его под себя. Это визуализация как раз-таки по макетам, например, каким-то, да, по молекулам, еще что-то. Тот же самый, например, онлайн-театр. Конечно, это не живой театр, но все равно хоть как-то все равно можно отрепетировать. Ну, и, конечно, это какие-то обучения словным навыкам. Практику это не заменить, естественно, но можно попробовать визуально так наглядно показать. Вот. В целом я бы хотела еще такой небольшой запустить форму обратной связи, чтобы мы с вами тоже попробовали на досках поработать. Вы можете сейчас здесь прямо анонимно, можно сказать, можно неанонимно. Вот я подключила совместную работу. Можете прямо на доске здесь прикрепить свои какие-то пожелания, свою обратную связь. Можно написать, притащить стикеры, которые у вас с левой стороны находятся, и написать какие-то свои пожелания, немножко о себе, прикрепить все, что угодно. У вас инструменты, они, в принципе, находятся внизу. Коллеги, может быть, у кого-то не получается, тоже пишите. У нас, в принципе, доска, она сейчас включена. Можно посмотреть. Да. Вот здесь мы с вами, в принципе, на доске находимся. Пока можно что-то попробовать заполнить. Если не хотите заполнять, можете все, что угодно написать, просто попробовать использовать. Как я и сказала, у нас очень любят люди использовать стикеры, как бумажные, так и здесь на интерактивной доске вот такие вот инструменты. Пока заполняется, я также, например, в чате продублирую ссылочку. Если хотите попробовать как-то протестировать опросы, квизы, интерактивную доску, какие-то провести занятия самостоятельные, то вы можете, в принципе, здесь оставить такую небольшую заявку. Я в чате продублировала ссылочку. Мы как бы свяжемся и пообщаемся. Тоже как один из наших главных плюсов с перехода на российские сервисы. Мы полностью российская платформа. У нас российская техподдержка. В том числе как раз-таки мы решаем проблему, когда преподавателям сложно что-то изучать. Мы делаем полностью обучение по нашему сервису. То есть как индивидуально для каждого преподавателя, так и в целом. Мы можем собрать целую компанию, посмотреть, как это все работает, изучим. И если что, подскажем по обратной связи. Вот, коллеги, может быть, есть какие-то вопросы? Я постаралась так немножко кратенько, чтобы информацию всю уложить по полочкам. Если есть какие-то более подробные вопросы, то я готова обсудить, чтобы не отнимать много времени. Вот так вот немножко кратко рассказала по всем основным инструментам. Вот, вижу, заполняете. Можно порисовать. Здесь есть кисточка. Я сама, когда, например, планирую какое-то выступление, например, я люблю это делать на интерактивной доске, чтобы наглядно посмотреть процесс, как там что-то запустить, что мне нужно подготовить, такой небольшой чек-лист. И, в принципе, у меня это везде хранится, и я могу это тоже с коллегами, которые как-то к этому причастны, тоже, вот, например, поработать вместе с ними. Если интересует отдельно, например, интерактивная доска, я могу показать, какие там есть еще инструменты. То есть там довольно много шаблонов, которые можно использовать. В целом как-то так. Если какой-то момент непонятен, то пишите, выходите в эфир. Вот, кстати, тоже есть такая штука, как поднятие руки, которая дает право задать вопрос прямо в эфире. Вот у вас, например, есть ладошка наверху. Такая, если на нее нажать, то я пойму, что, например, хотите задать вопрос и дам вам право выхода в эфир. Вот, в целом у нас как бы, да, такая доска, которую можно заполнять всем, чем угодно, но чтобы это было все приятно и наглядно и для студентов, и для коллег. Вот, особенно кто мира пользуется, например, уже знают и стикеры, и как рисовать, и как картинки прикреплять. Можно оставлять комментарии. То есть вот я сейчас, например, прикреплю комментарии, пожелания или вопросы. Так, здесь вопрос. И здесь прямо такой получается мини-чат, который каждый из коллег может открыть, туда добавить, например, свой какой-то документ или комментарий. Но в целом у меня на самом деле все. Если хотите еще поработать с доской, я могу что-нибудь еще придумать. Так, смотрю вопросы, которые были. В принципе, здесь ответила. Если есть еще, задавайте. У нас тоже по опыту, когда начиналась вся эта эпидемия в самом-самом начале, я как раз-таки тогда выпускалась из университета, и у нас все занятия срочно перешли на дистанционку, и защита диплома тоже была дистанционная. Конечно, преподаватели тогда очень сильно стрессовали, и сейчас уже на самом деле, вот как мы общаемся с преподавателями или представителями вузов, уже попривыкли к этому всему, и уже сами спрашивают, а что можно использовать, как это применять. Уже более такой интерес появился, общее такое понимание. Вот. В целом, дистанционка выходит на новый уровень. Рисуйте прекрасно. К сожалению, не знаю, кто здесь написал, но я понимаю. Вот у нас весна, скоро майские. Поедем на дачу, на шашлыки. Вот. Да, спасибо. Всем понравилось играться со стихиями. Еще не все освоили, но уже интересно. Да, так что, если что, пишите. Поможем вам освоить еще больше. Тогда все, отключаюсь. Спасибо огромное, да, Татьяна. Очень интересно. Уже тут коллеги, я смотрю, личные вопросы пишут. Да, вот спасибо. Написывают. Так, сейчас у нас еще осталось одно выступление. И это выступление Смирнова Виолетта Витальевны, которое нам расскажет про веб-квесты. Мы хоть уже не первый час работаем, но все очень интересно, поэтому с удовольствием вас послушаем. Да, пожалуйста. Да, опять что-то звука нет. Виолетта Витальевна, подключите свой микрофон. Я тут тогда подключусь, как служба поддержки немножко. Виолетта, попробуйте с микрофончиком в шестеренке поменять микрофончик. Вот у вас есть, и там есть возможность выбрать микрофон. Возможно, у вас просто не тот выбран. Если он у вас подключен. А попробуйте просто обновить еще раз страничку и выйти в эфир. Там, скорее всего, гарнитура переключается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот, уже слышно. Да, все. Можно погромче говорить. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за приглашение участвовать в вашем семинаре. И в моем коротком сегодня выступлении я основную цель свою вижу в привлечении внимания, прежде всего, педагогов профессиональных образовательных организаций к такой технологии, как образовательный веб-квест. Потому что, ну, коротко о себе я расскажу. Первое мое образование медицинское. Я закончила медицинский институт, затем защитила кандидатскую диссертацию. А потом в течение 10 лет преподавала в медицинском колледже. И передо мной встал вопрос еще даже до пандемии, как сделать обучение интересным, захватывающим и повысить мотивацию студентов к освоению тех или иных дисциплин. Ну, прежде всего, практических, поскольку я, как врач, преподавала специальные дисциплины. И я обратила свое внимание на технологию веб-квеста и поинтересовалась, почему стала задавать вопросы, почему технологии веб-квеста достаточно, ну, менее, скажем так, используются в профессиональном образовании, чем в школьном. Ну, прежде всего, на мой взгляд, это, конечно, отсутствие специального педагогического образования у педагогов, потому что преподаватели, работающие в системе СПО и высших учебных заведениях, они не все имеют педагогическое образование, а имеют профессиональное, прежде всего, образование. И, видимо, вот этот дефицит педагогических знаний и знаний технологий и, соответственно, знаний инструментов, он не способствует широкому использованию, массовому, я бы сказала, использованию этой интересной технологии в профессиональном образовании. Ну, так, я смогу переключать, сама нет? Ага. На этом слайде я коротко представила схему, которая отражает вообще систему медицинского образования в России. Ну, прежде всего, это, конечно, высшее медицинское образование в ВУЗе, среднее медицинское образование, которое готовит средний медицинский персонал, последипломное образование, как среднее, так и высшее, конечно. И вот, наверное, в течение уже 10 лет есть у нас такое понятие, как предпрофессиональное или предпрофильное образование – это образование школьников старших классов по тому или иному направлению. Почему я затронула немножко эту тему? Потому что практический опыт создания образовательного квеста, мой практический опыт, он основан как раз на реализации этой технологии в предпрофильных классах, классах московских школ. Практически, наверное, уже 10 лет, вот точно около 10 лет, существует такой проект, как медицинский класс в московской школе, где старшеклассники, которые хотят связать свою жизнь с медициной и психологией, углубленно изучают профильные предметы, это прежде всего химия и биология, и получают какие-то основы медицинских знаний. Ну и мне показалось, что интересно было бы еще заниматься с ребятами в качестве, может быть, вне аудиторной самостоятельной работы или какой-то дополнительной образовательной работы с ними, воспитательной, если хотите, работы. Это заняться с ними немного историей медицины. То есть часов специально на это, конечно, у них не выделяется, но в качестве вне аудиторной самостоятельной работы это вполне можно было сделать. В конце моей презентации я поместила QR-код на созданный квест, который мы проводили со школой 1034 имени Героя Советского Союза Маркина, Московская школа, под патронажем городского методического центра. У нас участвовало 17 школ в нашем квесте. Это квест по истории медицины. Конечно, он рассчитан на, скажем так, совсем юную целевую аудиторию, поэтому он сделан в игровом ключе. Но какие-то идеи применения этой технологии в среднем и высшем образовании, я думаю, что коллеги, конечно, там могли бы себе почерпнуть и найти. Ссылочка будет в конце на последнем заключительном слайде. Ну, автором термина ВПС является американский профессор государственного университета в городе Сан-Диего. Это в США Берни Додж, который в 1995 году предложил, точнее, описал, сформулировал основные положения технологии веб-квеста. Веб-квест происходит от английского слова веб, точнее, двух даже слов веб и квест, и означает буквально поиск в сети. И как же Додж описывает свою технологию? Прежде всего, он подчеркивает, что это индивидуальная или коллективная исследовательская деятельность по решению сложной задачи с использованием интернет-ресурсов. Ну, в школах учителя разрабатывают самые разнообразные веб-квесты, проводят профессиональные конкурсы веб-квестов, и наверняка в сети вы встречали объявления о таких конкурсах. И действительно, квесты разные и очень интересные по применяемым инструментам, по задумкам. Но на что я обратила внимание? Что не всегда квесты, рассчитанные на школьников, обладают именно каким-то достаточной степенью сложности задания. Возможно, что это было, конечно, связано, опять же, с разной, различной целевой аудиторией. То есть квесты, рассчитанные на учеников начальной школы, сложно рекомендовать более старшим детям. Но прежде всего я хотела бы подчеркнуть преподавателям, которые занимаются в профессиональном образовании, это мнение родоначальника этой технологии о том, что задача должна быть сложной, тогда она будет интересной, и, конечно, использовать интернет-ресурсы. Берни Додж классифицирует квесты по нескольким группам. Прежде всего, квесты различаются по сроку реализации на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные чаще всего используются для обобщения какого-то материала, теоретического полученного. Долгосрочные используются для обобщения нескольких тем и для более углубленного изучения материала учебного. По организации работы участников квесты разделяются на групповые и индивидуальные. Групповые квесты могут применяться как во время учебных занятий, так и в неаудиторное время. Но индивидуальные, на мой взгляд, в высшем и среднем профессиональном образовании, мне кажется, было бы интересно для организации самостоятельной работы обучающихся. Ну, например, когда у нас есть, существует недостаток часов при большом объеме материала, мы можем легко использовать эту технологию для самостоятельной работы. Либо есть та или иная академическая задолженность у нашего обучающегося. Мы можем вполне дать ему пройти веб-квест с целью проработать тот или иной материал. По основной деятельности обучающихся веб-квесты различаются, разделяются на исследовательские, информационно-поисковые, творческие, ролевые и игровые. Но любой веб-квест, конечно, содержит те или иные игровые элементы, что делает, в принципе, его, наверное, привлекательным и вовлекающим в эту технологию. Но для студентов более старшего возраста, наверное, конечно, более интересны были бы исследовательские и информационно-поисковые веб-квесты, хотя, конечно, центральное задание вполне может носить и творческий какой-то характер. По предметному содержанию веб-квесты разделяются на монотематические и межпредметные, которые междисциплинарные, которые охватывают материалы, включают материалы нескольких дисциплин. Структура веб-квеста содержит обязательный набор элементов. К нему могут добавляться те или иные опции, но обязательно в структуре веб-квеста входит введение. Короткое введение, где преподаватель, педагог, организатор объясняет участникам, зачем цель веб-квеста, что они будут делать, зачем он проводится и какие необходимые условия, чтобы принять участие и так далее. Порядок работы. Порядок работы должен быть предельно подробным, с описанием каждого этапа. Сюда же можно в этот же раздел отнести создание методических рекомендаций учащихся при работе над веб-квестом. То есть это относится, конечно, к обязательному элементу. Ну, центральное задание. Почему я называю его центральным? Потому что оно может быть одно. То есть веб-квест может содержать одно задание. Но, как правило, для того, чтобы внести элемент игры, часто используют продвижение участников по тем или иным этапам для выполнения центрального задания. Вот эпанологии можно сравнить с компьютерной игрой, где персонаж, за которого мы играем, проходит те или иные этапы, выполняет какие-то там какие-то задания, собирает различные предметы, артефакты, разгадывает головоломки. Собственно, квест до того, как он стал образовательным, и были такие вот игры увлекательные. И сейчас они есть, конечно. Поэтому вот элемент обычного такого квеста игрового можно привнести в образовательный квест, сделать его как раз путешествием по нескольким этапам. И в заключение наши участники придут к центральному основному заданию, которое будет, ну, можно сравнить с мегабоссом в компьютерной игре. То есть выполнение центрального задания, оно либо объединит все предыдущие в одно, либо будет каким-то таким супер-мега-сложным, которое будет им интересно. Следующий элемент – это ресурсы. Ну, ресурсы для студентов средних, профессиональных образовательных организаций и вузов – это прежде всего, конечно, электронные библиотеки. То есть большие агрегаторы электронных библиотек могут служить ресурсами. Также агрегаторы видеоконтента, то есть учебное видео. Ресурсы, на которых наши студенты могут найти ту или иную информацию из зарубежных каких-то источников, то есть агрегаторы иностранных журналов и так далее. Критерии оценки. Критерии оценки, конечно, являются особенным, таким достаточно сложным моментом. Разработка критериев оценки обычно вызывает трудности как раз у педагогов, не имеющих, наверное, педагогического образования, потому что часто можно встретить квесты, в которых критерии оценки очень размыты. То есть если, ну, как в качестве примера, допустим, выполнением центрального задания является создание мультимедийной презентации. И когда читаешь эти критерии, часто бывает непонятно, что имеется в виду. То есть полно или неполно выполнено, представлено содержание, соответствует или не соответствует. Конечно, лучше всего, если ваши критерии будут разработаны таким образом, что они будут содержать количественный элемент. Тогда это позволит сделать судейство и сделать оценку максимально прозрачной, понятной и, главное, поможет нашим игрокам, нашим учащимся при прохождении, при выполнении этого задания. То есть они будут знать, на какие критерии они должны ориентироваться. Ну и в заключении чаще всего это бывает заключительный такой момент, где ставятся проблемные вопросы, которые могут продолжить исследования учащихся по той или иной теме. Ну, теперь хотела бы остановиться на видах заданий и рассмотреть некоторые из них, которые, мне кажется, на мой взгляд, были бы интересны для студентов колледжей и высших учебных заведений. Ну, здесь представлены 12 видов заданий, которые описаны Берни Доджем. Это самое простое, на мой взгляд, это является пересказ. И самое сложное, наверное, это задание оценка. То есть это проведение какого-то анализа. То есть изучить, проанализировать и высказать, может быть, свое мнение, аргументировать его и так далее. То есть это задание, конечно, более сложное. Но сюда же входит еще компиляция. Детектив, головоломка, загадка. То есть вот это те игровые элементы, которые построение квеста в форме детектива, головоломки или загадки, конечно, привлечет к нему внимание. И будет интересно, и будет удерживать внимание наших обучающихся. Журналистское расследование. Вот это вот интересное, мне казалось, задание для студентов профессиональных образовательных организаций, потому что можно взять, провести виртуальное расследование или по той или иной проблемной задаче сравнить разные точки зрения. Опять же, найти разную информацию, проанализировать ее и подать, не делая какого-то субъективного заключения своего, просто осветить, что известно по той или иной проблематике. Ну, достижение консенсуса. Это тоже очень интересное задание, когда мы... Чем-то оно, наверное, напоминает ролевую игру, когда у нас есть разные роли, и эти роли выполняют разные логические, разную нагрузку, достигнуть консенсуса, то есть договориться, найти общие точки соприкосновения, вот тоже, мне кажется, достаточно интересно. Очень интересное задание убеждения, особенно если часто вот в медицинском образовании, в среднем профессиональном, да и в высшем образовании, врачу, будущему медработнику приходится работать с пациентом и с его родственниками. И убедить, сделать то или иное, выполнить рекомендации, добиться выполнения схемы лечения и так далее, мне кажется, это вот тоже достаточно интересно, разыграть, как это по ролям. И, может быть, результатом этого квеста будет создание какого-то санитарного бюллетеня, там, веб-сайта, страницы, посвященном той или иной патологии и рекомендациям пациентам. Аналитическая задача, самопознание, творческое задание, научное исследование и задание оценка. На этих формах я не буду подробно останавливаться, но мне кажется, что они все достаточно интересные, если приложить какую-то, скажем так, фантазию, и можно их вполне использовать. Теперь хотел бы остановиться коротко на этапах реализации технологии веб-квеста. Ну, веб-квест начинается прежде всего сначала с методического проектирования, то есть мы садимся и определяем цели, записываем задачи, подбираем инструменты, которые помогут нам этих целей добиться, веб-квеста, подбираем ресурсы в сети, которые будут изучаться нашими участниками для того, чтобы они выполнили задание. Вторым этапом является реализация веб-квеста. Ну, тут форм вариантов много, я уже об этом говорила раньше. И рефлексия. То есть на этапе рефлексии педагог оценивает проведенный веб-квест, оценивает результаты. Иногда эту рефлексию можно провести вместе с обучающимися, чтобы они высказали свое мнение, что им удалось, что не удалось, что было интересным, что они планируют, планируют ли они заняться этой проблематикой дальше, и в каком направлении они могли бы двигаться или предположить, выдвинуть гипотезу, что будет дальше. Ну, методическое проектирование. Здесь я схематично представила, что цель. Прежде всего, определяем цель, затем формулируем задание и разрабатываем критерии оценки. И все три вот эти компонента, они должны быть взаимосвязаны, то есть находиться в тесной взаимосвязи. В зависимости от цели мы формулируем задание и, соответственно, заданию разрабатываем критерии его оценивания. Поэтому нельзя здесь не упомянуть, конечно, что при формулировке целей мы будем опираться. А цель у нас, вообще, цель применения веб-квеста, мы помним, что это развитие уровня высокого мышления, то есть выше, чем просто знание и припоминание. Соответственно, я здесь сочла для себя удобным напомнить, немножко представить здесь, ошибку сделала, извините, правильно, падагогическое колесо Аллана Каррингтона, которое, вот здесь представлен его фрагмент, которое объединяет в себе таксономию познавательных целей, деятельность участников квеста и те инструменты, с помощью которых это может быть достигнуто. Ну, порядок работы над квестом для учащихся заключается в трех этапах, собственно. Командная работа, на котором наши участники знакомятся с квестом, получают задания, распределяются на роли, если мы расписываем роли, или они распределяют те участки работы, которые будут выполнять при работе над квестом. Затем каждая роль или каждый участник работает индивидуально. И третий этап – это работа над итоговым интеллектуальным или образовательным продуктом, то есть когда разработки каждого участника объединяются в один большой общий интеллектуальный какой-то выходной продукт. Ну и в заключении хотела бы все-таки обобщить и сказать, что технология веб-квеста имеет большой дидактический потенциал. Прежде всего, это формирование метапредметных универсальных навыков обучающихся, а также умение работать с большими объемами информации, находить эту информацию, критически ее оценивать, перерабатывать и использовать ее в практической деятельности, что является немаловажным для медицинских работников любого уровня, что в среднем образовании, что в высшем медицинском образовании. Поэтому и даже в предмедицинском, предпрофильном образовании веб-квест тоже с успехом, естественно, используется и в профориентационных целях, помогая прикинуть, если можно так сказать, на себя те необходимые качества, которые предъявляются к медицинскому работнику, качество характера, качество мышления и так далее. Поэтому участники школьных предпрофильных квестов, они могут, можно так сказать, примерить на себя профессию и понять, подходит им это, ну, хотя бы чисто теоретически или нет. Ну и также технология, конечно, она сложна, но она позволяет сформировать профессиональные и информационно-коммуникативные навыки педагогов, что, в общем, является необходимым и очень полезным, и может использоваться педагогами на любом уровне. Спасибо за внимание. На последнем слайде оставляю свои контакты, если есть у кого-то вопросы, или они возникнут после нашего семинара, пишите, с удовольствием отвечу. И здесь QR-код, по которому можно пройти и посмотреть квест по истории медицины, о котором я рассказывала. Спасибо большое. Спасибо. Виолетта Витальевна. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Виолетта Витальевна, а вы уже магистр или магистрант? Это было написано, что магистрант в программе, пожалуйста. Нет, я закончила в этом феврале, уже магистр состоялась. А, уже магистр. Педагогик и кандидат медицинских наук. Для коллекции что-то еще техническое просится. Магистрант. Вы как относитесь к тому, чтобы еще шире вникнуть в разные науки? Я только за. Я не знаю. А врачу-то для чего в этот свет? Вот практикующий врач тихо, мирно живет, делает там операции, что-то там себе там по-тихому зашивает, оперирует, и вдруг бац на него, веб-квест сваливается. Зачем-то нужен в медицинской практике веб-квест для чего-то? Потому что у нас тема семинара именно технологии дистанционного обучения, а профессиональной деятельности. Вот так это пофантанировать. Ну, вот у меня врачебная семья, я своих всех поспрашивала, домочадцев, нужно ли им как практикующим врачам веб-квест. И получила такой ответ, что, конечно, в практической деятельности вот как врача, наверное, не очень пока нужно. Но врач ведь, он не только лечит, он выполняет образовательную функцию и воспитательную функцию. И профилактическую функцию. То есть вот здесь, конечно, может потребоваться и может пригодиться. Ну и, конечно, может пригодиться в постдипломном образовании и в медицинском образовании, потому что многие врачи, клинические специалисты, они еще являются преподавателями. И не только в медицинском вузе, потому что в клинические отделения, в те или иные больницы приходят студенты. И часто они совмещают педагогическую практику и лечебную работу. Поэтому, конечно, вот для педагогической практики я думаю, что это было бы интересно. То есть именно как вариант самосовершенствования практикующего врача, который столкнулся с нетрадиционной какой-то ситуацией, то есть к нему какой-нибудь пациент пришел, какой-нибудь необычный, да, и вот он перед ним квест, да, что с этим пациентом делать. Он идет и производит исследования в сети интернет по факту. Ну да, у нас ведь есть врачи, не только занимающиеся лечебной работой, потому что есть люди, там, представители, скажем так, этой профессии, которые получили, имеют медицинское, высшее медицинское образование, занимаются профилактикой. И вот в профилактике веб-квесты очень, я думаю, пригодились бы в профилактике, там, чего угодно, там, вредных привычек, каких-то заболеваний. То есть вот в просветительской деятельности я думаю, что да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.